Трамп объявил войну вашингтонской политической машине. Открыл новую эпоху американского внешнеполитического эгоизма. Это и вызвало негативную реакцию американских элит, которые совершенно не хотят терять свое влияние. Америка будет учитывать только свои интересы, о чем и заявил Трамп. Но большинство союзников США восприняло это как личную угрозу. Тон диалога Америки с миром уже изменился. Теперь Вашингтон спрашивает, а что мы будем с этого иметь? И какие выгоды это принесет США? Мы слышали о том, что у меня бывают жесткие разговоры по телефону. Это нормально. Не волнуйтесь на этот счет. Нечего волноваться. Они действительно бывают жесткими. Пришло время нам наконец стать жесткими. Нас пытаются использовать в своих интересах все нации на планете. Больше этого происходить не будет. Дональд Трамп вновь потряс политические устои Америки. В разгар напряженных консультаций по составу нового правительства Вашингтон называет Иран террористическим государством. Иран – наикрупнейший спонсор терроризма в мире. Трамп издает свой первый указ об ужесточении миграционной политики. Санкции коснулись граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Что касается семи указанных нами стран, еще администрация Обамы обращала внимание на необходимость ограничения на въезд граждан этих государств на территорию США. С точки зрения мигрантов, тут можно говорить о том, и Белый дом это четко артикулирует, что речь идет не о наступлении на какую-то либо религию. Речь идет о том, что Америка начинает себя защищать с точки зрения террористической активности. Совершенно странная ситуация, когда господин Маккин, господин Грэм, они, например, выступили против запретов Трампа в силу своего, естественно, своего негативного отношения к самому Трампу. И в силу того, что они поддерживают, как ни странно это звучит, они поддерживают мигрантов. Эксперты уже оценивают миграционные решения нового президента США, находя в них слабые места, но разъясняя его логику. Почему Трамп объявил бой по наехавшим и о чем молчат американские СМИ, нам рассказал Маис Курбанов, бывший вице-президент Федерации мигрантов России. Конечно, сегодня мигрантов чем обвинить? Вот они идут там, хотят выжить. Они идут туда, которые все это время их обманывали. Демократия, свободу, там, этот, этот. Они, они, Европа, Америка смотрят, как на спасителя. На спасителя. Даже, вы знаете, в последнюю минуту они не говорят, не подъезжайте. А когда они к границам подъезжают, когда они погибают, когда они тонут, они не идут, а спасают, говорят, вот, закон, там, надо было визу взять, без визы нельзя. Новая администрация прекрасно понимает, главная ее ответственность – это безопасность граждан Америки. Теперь въезд в Штаты – не само собой разумеющееся право для иностранцев, а скорее разновидность благотворительности. Мы должны просто определиться, определить тех, кто собирается нанести ущерб нашей стране. Пока из 300 тысяч иностранцев, которые прибыли в нашу страну, задержаны всего 109 человек. Это необходимо для обеспечения нашей безопасности. Иначе, что мы скажем семьям тех, кто погиб от рук террористов, как в Атланте, Сан-Бернардино или Бостон? Речь идет о том, что мигранты занимают, по его логике, рабочие места простых американцев. Мигранты являются в том числе рассадником преступности. И здесь нужно говорить еще об одном заявлении, что из Америки будут высланы все мигранты с преступным прошлым. США немедленно приступили к выполнению нового распоряжения президента и начали разворачивать выходцев из стран Ближнего Востока на границы, даже если у них есть виза. Иранский кинорежиссер Асгар Фархади, чей фильм «Камивый жор» номинирован на «Оскар», не сможет присутствовать на церемонии вручения из-за ужесточения миграционной политики США. У них происходит полное изменение картины мира, которое еще не произошло, и для них очень болезненно. Но им, так же, как и Соединенным Штатам, придется отказаться от этого, потому что здесь для них никакого нет выхода. В Европу находится еще более тяжелая ситуация в плане мигрантских, так сказать, и вопросов безопасности, связанный вопросом с мигрантами, связанный с вопросом отстаивания идентичности европейской, христианской идентичности. Они находятся еще в более тяжелой ситуации, чем Соединенные Штаты. Практически происходит сейчас размывание вот этой вот традиционной европейской идеологии. Указ Трампа спровоцировал хаос в международных аэропортах США. Людям с действующими визами, которые уже прибыли в страну, отказывают в пересечении границ. Американская таможенно-пограничная служба сообщила авиакомпаниям, что граждан мусульманских стран будут допускать на рейсы в США. Компания Air France также заявила, что намерена возобновить перевозки граждан, на которых распространяется действие указа Трампа. Эти люди будут обращаться к американцам, потому что они сказали, мы с вами, давайте вместе будем воевать или же против самого же Асада Мтуссена, или самого же Башара Асада, мы будем установить демократию, они тираны, мы хорошие. Эти люди верили им, а когда сейчас американцы, когда им резко объявляют, что вы уже нам не нужны, потому что те американцы потеряли интересы в тех государствах, которые им сегодня объявляют эмбарго. О решении таможенной службы стало известно через несколько часов после того, как федеральный суд в Сиэтле приостановил действия миграционного указа Трампа. Решение этого так называемого судьи, который по существу отменил правопорядок в нашей стране, смехотворно и было отменено. Несмотря на многочисленные акции протеста, президент США продолжает наводить порядок в миграционной политике страны. Он даже уволил исполняющую обязанности прокурора США Салли Йейтс. После того, как она поставила под сомнение его указы. Трамп очень сильный человек, но он многого не знает. Правительство – это очень большой аппарат, поэтому президент просто зависит от большого числа чиновников. В этом-то и загвоздка всей этой ситуации. Пока президент Америки занимался миграционными вопросами, его дочь Иванка Трамп спасала американских геев от указа отца. Дочь Трампа добилась того, чтобы на стол к действующему президенту не попал проект указа, отменяющий решение экс-главы Белого дома Барака Обамы о правах секс-меньшинств. Смотрите далее. В программе специальный репортаж. Президент Америки опускает железный занавес. Когда Мексика направляет нам своих людей, она не направляет лучших. Они привозят наркотики, они преступники, они насильники. И почему Белый дом полностью пересматривает политику США в отношении Кубы? Это человек, который четко знает, что хочет, четко оценивает перспективы того или иного своего действия. Я думаю, что очень быстро многие политики, которые сегодня критикуют Трампа, забудут о своей критике. Два с половиной километра пешком от ближайшей парковки, по грязи и песку вдоль океана. По пути встречаются знаки, предупреждающие о гремучих смеях. Это путь к парку дружбы, единственному месту встреч на границе США и Мексики. Великая американская стена будет начинаться здесь, на пляже, к югу от Сан-Диего. За забором видна Мексика. Здесь каждую неделю два-три человека погибают в попытках оплыть вокруг стены или перелезть через нее. Когда Мексика направляет нам своих людей, она направляет не лучших. Они присылают людей, которые имеют проблемы с законом. Они привозят эти проблемы нам. Они привозят наркотики, они преступники, они насильники. На возведение стены уйдет минимум два года. Стоимость проекта по разным оценкам от 15 до 40 миллиардов долларов. Как обещал перед выборами Дональд Трамп, стена остановит поток нелегальных мигрантов, а Мехико возместит все затраты. Мы находимся в центре кризиса на нашей южной границе. Беспрецедентный всплеск нелегальной иммиграции из Центральной Америки вредит как Мексике, так и США. И я надеюсь, что шаги, которые мы предпримем, начиная с этого момента, могут повысить безопасность в обеих наших странах. Для Мексики это будет очень и очень хорошо. Что касается того самого забора или стены между Мексикой и Соединенными Штатами, это приобретает уже конкретные очертания. Уже говорится, за счет чего, за счет каких источников это будет строиться. И я не удивлюсь, что в достаточно такой ободримой перспективе эта стена появится. Тем более, что есть и мировой опыт строительства подобных стен, например, Израиль, или наши ближайшие соседи страны Прибалтики, Украины иногда любят говорить о каких-то стенах. Администрация президента Дональда Трампа полностью пересматривает политику США и в отношении Кубы. Республиканцы последовательно выступали против налаживания отношений с Гаваной, указывая, что в стране сохраняются нарушения прав человека и недемократический режим. Хотя в начале своей президентской кампании Трамп заявлял, что не против восстановления американско-кубинских отношений и добьется лучшего соглашения, чем Обама. Это человек, который четко знает, что хочет, четко оценивает перспективы того или иного своего действия. Я думаю, что очень быстро многие политики, которые сегодня критикуют Трампа, забудут о своей критике. Дональд Трамп непредсказуем. Он обещает, что во внешней политике скоро многое изменится. Президент Америки предлагает России совместную борьбу с терроризмом. Но при этом на пост министра обороны назначает Джеймса Мэттиса по прозвищу Бешеный Пёрстный. Самый что ни на есть боевой генерал. Участвовал в операции «Буря в пустыне», воевал в Афганистане, затем командовал дивизией морпехов при вторжении в Ирак. Мэттис – сторонник крайне жесткой линии и прославился своими агрессивными высказками. Это весьма забавно – стрелять в них. Это чертовски здорово – стрелять в некоторых людей. Дональд Трамп действительно сказал, что он разрешит все вопросы с Владимиром Путиным. Однако вопрос заключается в том, насколько сильным является президент Америки по сравнению с влиятельными группами, которые контролировали Вашингтон и внешнюю политику США долгое время. Сможет ли Трамп удержать на поводке бешеного пса? Вопрос. Пока у президента Америки слишком много проблем даже с подписанными указами. Есть, конечно, сложности, связанные с финансированием. У Конгресса и у Сената, особенно у Конгресса, большие полномочия в Соединенных Штатах, они могут просто не выделять на это средства, не выделять на это годами. И в этом плане, если даже Конгресс не будет это разрешать, финансирование этого разрешать, он будет показывать пальцем на Конгресс и говорить, я сделал все, что мог, я выполнил свое предвыборное обещание. Претензии у американцев уже появились и к первой леди Америки. Около 100 тысяч жителей Нью-Йорка подали петицию и потребовали от Мелании Трамп переехать в Вашингтон, а не ждать лета, когда сын Бэрон закончит учебный год. Горожане не хотят платить за охрану первой леди в башне Трампа. Очевидно, что сегодня взаимоотношения США и политических элит, которые поддерживают глобалистских тенденций, открытых границ, они, конечно же, ухудшились, безусловно. Но Трамп не тот человек, который пойдет на поводу у кого-либо. И это очевидно. Поэтому это очень интересный процесс. Но я думаю, что у Трампа получится свою линию, которую он продвигает, вполне реально сделать из нее что-то конкретное, какие конкретные результаты получить. Квартирный вопрос испортил и нью-йоркцев. И серьезно усложнил жизнь самому избранному президенту. Вывеска останется, но владелец, по-видимому, сменится. И Трампу придется расстаться с жемчужиной своей коллекции недвижимости. Трамп Хотел в центре Вашингтона. По условиям договора он арендует здание у федерального правительства. Но получается, что став президентом, он будет снимать помещение сам у себя. Президент США заверил, что исключит конфликт интересов и полностью отойдет от дел своей бизнес-империи. Теперь Трамп примется, как своей компанией, управлять страной. Великой Америкой. Без мигрантов.